Добрый день, я Воскресенский Мислав, управляющий партнер компании DirectFood. Я сегодня в студии в рамках третьей ежегодной недели ритейла. И сегодня мы обсуждаем вместе такой вопрос, достаточно интересный и совершенно новый для нашего рынка, рынок E-Grossery. Всем известно, что он очень сильно растет в мире и очень сильно растет сегодня в России. И два признанных эксперта, наверное, самых серьезных эксперта сегодня на рынке российском, в общем-то поделятся с нами сегодня своими соображениями о том, а что, собственно, будет на рынке в этом году. И как он изменится, и какие перспективы роста, и что вообще будет. Первый вопрос мой Максиму. Максим, скажи, пожалуйста, какая стратегия все-таки у Unilever в этом году? Какие планы по росту, какие инструменты вы будете использовать для того, чтобы этот рост обеспечить? Ну, говоря о развитии e-commerce, Unilever, в первую очередь, наверное, все-таки, в первую очередь старается построить представленность в сети интернет. Соответственно, основная задача – это взаимодействие с крупными партнерами, которые сейчас уже есть на рынке, соответственно, выстраивание регулярного диалога с ритейлерами, соответственно, обеспечение наличия нашей продукции на виртуальных полках. Первая ключевая задача. Вторая задача – это обеспечение визуальной представленности. Нам очень важно то, как мы выглядим на виртуальной полке. Важно транслировать конечному покупателю, наверное, наиболее корректную информацию о нашем продукте. Поэтому все, что связано с контентом, созданием контента, передачей контента на сторону ритейлера, мы этим занимаемся. Это большая задача. Третья часть нашей стратегии важна – это прозрачность, обеспечение прозрачности с точки зрения знания рынка, знания покупателя, знания его привычек. И четвертая немаловажная часть – это связь наших брендовых коммуникаций с ритейлом. Мы как компания достаточно много вкладываем бюджетов на рассказ о том, что из себя представляет тот или иной бренд, какие у него есть преимущества, может быть, новинки какие-то. Но не всегда мы предлагаем возможность купить человеку. И, соответственно, наша задача сделать так, чтобы у человека была возможность начать коммуникацию с брендом и по воронке продаж перейти к покупке в конечном итоге. Наверное, это основные четыре момента, которые сейчас в компании зафиксированы с точки зрения развития иноканала e-commerce. Вот я выношу за скобки, наверное, какую-то внутреннюю нашу работу, потому что компания претерпевает цифровую трансформацию бизнеса. Так или иначе, мы про это тоже говорим, про определенные задачи в рамках компании. Но если мы говорим про ритейл, то, наверное, эти четырестные моменты сейчас. Здорово. А какие все-таки, если это можно оглашать, какие все-таки темпы роста были в прошлом году и какие вы планируете в этом в целом по брендам 7 Unilever? Ну, сейчас модно расти треизначными цифками. С низкой базы, да? Да, это понятно, что все обусловлено низкой базой, поэтому удвоение бизнеса считается абсолютно нормальным темпом роста. Мы, в принципе, на это, наверное, более-менее ориентируемся. Хотя, по большому счету, сейчас ориентироваться на проценты роста, по большому счету, неправильно. То есть процент может быть 100, может быть 300, и то, и другое будет некорректно. По сути, важно понимать потенциал, который открывается, и важно в рамках этого потенциала работать. Мы, если честно, даже не особо таргетируем себя на рост. Ну, то есть если есть общие продажи, нам не важно, сколько в общей продаже QueenLever занимает канал интернет-продаж. Это не столь важно. Важнее, какова наша доля на рынке. Мы понимаем, что пусть рынок не очень большой, но, тем не менее, мы занимаем там свою какую-то справедливую долю. С одной стороны. А с другой стороны, в целом компания растет, соответственно, интернет добавляет определенную долю в общий рост. И эта доля, она гораздо более важна, нежели темпы роста самого канала e-commerce. Хорошо. И какая, все-таки, вы считаете, наиболее перспективный канал будет в этом году рост? Где вы ожидаете максимальный рост, скажем, у чистых онлайновых ритейлеров, или у традиционных розничных сетей, или, может быть, какие-то модели типа Uber, вот что-то такого плана, или Instamart, Instacart? Мы для себя выделяем, ну, на данный момент у нас есть шесть основных бизнес-моделей интернет-магазинов, на которые мы, там, обращаем внимание, да. Есть бизнес-модель Grocery, которая для нас наиболее нативная, я бы так сказал, то есть наша продукция, она может быть представлена, ну, фактически в полном объеме в этой бизнес-модели. Поэтому мы, ну, определенным образом с оптимизмом воспринимаем развитие проектов от наших крупных федеральных сетей, например, да, и ожидаем, да, что в перспективе мы, там, наиболее полно сможем продаваться в этих бизнес-моделях. Но при этом есть бизнес-модели иного характера, там, мы их называем синглайтом, это интернет-магазины, там, сети электроники или одежды. Вот, нам там сложнее, мы там выступаем как комплементарная дополнительная покупка. Тем не менее, как бы, наши ожидания связаны с развитием, в том числе, и этого сегмента, да, потому что сейчас такое количество, ну, игроков просто преобладает на рынке. Вот, мы верим определенным образом в маркетплейсы. Маркетплейс сейчас представлен крупными, наверное, игроками, да, или экспресс тот же самый, и гудс, и почта-маркет. То есть когда за маркетплейсами стоят, как бы, крупные структуры, мы понимаем, что, наверное, стоит ждать потенциалы из этой части. Вот, достаточно серьезно, тут три бизнес-модели назвал. Четвертая бизнес-модель – это для нас B2B, часть, там, тот сегмент, который, там, работает, например, Комус или Офисмак, например. Вот, определенные у нас есть потенциалы с этими клиентами. Директу-консюмер, так называемый, продажа напрямую конечному покупателю, без посредников, в качестве некой идеи у нас тоже присутствует. Вот, пять бизнес-моделей, а шестая бизнес-модель – драгсторы, это парфюмерные магазины, которые в интернете существуют, в России не очень сильно распространены. Ну, в целом, и на них тоже вращаем внимание. Сказать однозначно, какая модель выстрелит в ближайшее время, достаточно сложно. Поэтому мы идем по пути, ну, так скажем, мониторинга, наверное, потенциала разных бизнес-моделей, разных игроков. Вот, стараемся быть ближе к рынку во всех направлениях. Отличия есть какие-то между российской стратегией и зарубежной стратегией? Вот, в вашей компании, например. То есть, есть ли какие-то модели, которые не приживаются у нас в России? Или, допустим, есть какие-то модели, которые точно можно скопировать, скажем, из США? Пробу, ну, вообще идея была взять какую-то страну и скопировать ее, да? Вот, но, в принципе, со временем пришли к выводу, что мы не похожи на какую-либо страну. Однозначно копировать не получится. Вот, есть схожести с рынком, ну, Великобритании, например. По большому счету можно нас, наверное, каким-то образом, там, сравнить с Китаем, если мы говорим, там, про развитие икома через маркетплейсы. Вот, но в конечном итоге у России своя история. Наша территория накладывает определенные ограничения на развитие гроссерийной бизнес-модели. Например, маркетплейс все-таки в первую очередь сейчас это кроссбордерная торговля. Поэтому попытки развития маркетплейсов от NVIDIA или, там, Почта России, это тоже большие эксперименты, наверное, для проектов. Поэтому сказать, что мы однозначно похожи на Китай, тоже сложно. С США мы себя сравнивать тоже не склонны. Для нас США это рынок Амазона, в первую очередь. У нас в России Амазон нет, когда он придет, неизвестно. Соответственно, сейчас опираться, наверное, тоже копировать практики США, ну, там, смысла большого нет. По-большому, ну, там, в принципе, мы уникальны, скажем так. Ищем похожести от разных рынков и берем, ну, что-то такое в качестве просто, может быть, проектов. Но не так, чтобы копируем целую страну. Понятно. Передаю слово Егору. Егор как раз представляет ту модель, которая, то есть, вернее, тот сегмент рынка, который визави, можно сказать, к FMCG-производителю. То есть, если FMCG-производитель обладает брендом, обладает лояльностью к бренду, обладает достаточно крупными финансами, Егор как раз обладает, помимо этого, еще инфраструктурой. То есть, тот самый конечный милей, последний милей, который позволяет, собственно, товары Unilever и других коллег доставлять именно до клиента. Егор, какая все-таки у вас стратегия на этот год? Что выросли ли вы по отношению к прошлому году? Ну, может быть, не надо точной цифры, но в целом, да? И что вы планируете на этот год? И какие модели, какие стратегии вы считаете наиболее перспективными для азбуки вкуса в этом году? Спасибо, Слав. Ну, наверное, по темпам роста хочется сказать, что мы стараемся быть в модных тенденциях с трехзначными темпами роста. Для нас цифра двухкратный роста – это амбиция, которую мы всегда стараемся достичь. Стратегия, она отчасти сильно не меняется и основана на шести китах, которые мы для себя определили и сделали акценты в этом году. Это, в первую очередь, клиентский сервис. У нас есть отдельный проект, называется ВАУ-сервис, который мы распределили на все области электронной торговли, от работы курьеров до электронной площадки, где мы торгуем. И наша задача – это озвученное качество, которое есть в наших магазинах, чтобы оно присутствовало и в онлайн. И вызывало не просто, соответствовало ожиданиям человека, а даже предвосхищало ожиданиям. Потому что основной барьер электронной торговли продуктами питания – это все-таки люди боятся, что тебе привезут там несвежее, что тебе могут опоздать, ты не можешь все это потрогать на полке и так далее. И здесь единственный способ – это даже не просто соответствовать, а предвосхитить. То есть ты ожидал товар сроком годности, не знаю, ну еще там просто, который попал в сроки годности, и это уже удача. А тебе приводит сегодняшняя. Хотя ты на полке даже в магазине иногда можешь не встретить сегодняшнюю продукцию. То есть тебе приходится выбирать, а здесь тебе как бы стабильно это приносит качество. Свежее, да, то есть мы для этого на складе сейчас калибруем все фрукты, овощи, которые у нас есть. То есть если есть пятнышко на виноградинке, мы виноградинку во время фасовки убираем. Мы следим за свежестью там хлеба. Мы построили для этого на складе пекарню, да, свою. То есть мы прямо, у нас здесь отдельно свой склад для дистанционной торговли, именно для того, чтобы обеспечить идеальное качество того, что мы делаем, и доставлять продукцию свежей, да, то есть мы выпекаем хлеб, мы фасуем, мы нарезаем на месте. Потому что, ну вот ты нарезал там колбасу, да, и, ну вот есть буквально там 2-3 часа, ну вот максимум 4, когда ты можешь это клиенту доставить, и это будет свежим, да, то есть это будет выглядеть свежим. То есть пройдет 8 часов, и она уже будет заветренная. У нас очень много продукции со сроком годности 12 часов, 24 часа, да, то есть мы ее с утра получаем, а вечером мы ее, если не продали, мы ее уже списываем. И здесь как бы вот большинство проектов сосредоточено именно на вот этом ВАУ-сервисе. То есть задача предвосхитить ожидания клиента вот этого опыта покупки в интернете. Для нас это главная задача, потому что только так можно развить этот рынок. Вторая стратегия наша – это ускорение доставки. То есть раньше мы считали, что построив доставку день в день, это круто, это тот вызов, который рынку необходим. Но начав общаться с клиентами, начав с ними взаимодействовать, да, мы увидели очень важную вещь. Люди именно в обед принимают решение заказать в интернете, либо пойти в магазин. То есть продукт – это область, которая очень сложно планировать заранее. То есть даже одежду ты там можешь подождать один, два, там, три дня, да, там электронику тоже можешь подождать, там, ну, денек точно подождешь, книжки и так далее. В продуктах ты замечаешь, что у тебя пустой холодильник, и вот только в этот момент тебе уже эти продукты нужны. Соответственно, ты вот должен эти продукты получить как можно быстрее. Вот где-то даже полтора года назад мы запустили, ускорили доставку. Не просто сделали same day, мы дали ближайший темп рост в течение трех часов. То есть это такой крутой вызов для рынка был, да, и мы после этого практически в течение месяца приросли на 30%, и эти темпы роста дали нам возможность там за год итогов прирасти в два раза. Да, это был основной драйвер нарушения роста. Ну, сейчас как бы наши амбиции все равно не удовлетворены. Для нас очень показательный пример – это все-таки Amazon, да. Они смогли подстроить доставку в течение часа, и на наш взгляд, это именно та модель потребления, которая нужна рынку. Тем более в Москве, где темпы жизни, они очень высокие. Люди принимают решения очень быстро. Поэтому вот это вторая наша стратегия – это ускорение доставки, но именно продукты питания. Третья важная история, которую на самом деле очень мало игроков в принципе в e-commerce преследует – это онлайн мерчандайзинг. При этом мы все понимаем прекрасно, что в офлайне, но у всех есть подразделения мерчандайзинг. Все понимают, насколько важно, как товар представлен на полке, что сверху на полке стоит, что снизу и так далее. В интернете этому уделяется, как правило, очень мало внимания. То есть максимум смотрят на структуру каталога, чтобы она была нативная, понятно, система фильтрации какая-то. Но вот именно то, как представлен товар на полке в интернет-магазине, этому, на мой взгляд, в России, особенно в России, уделяется крайне мало внимания. И вот наша одна из таких важных стратегий – это сделать качественный мерчандайзинг. Вот тот мерчандайзинг, который у нас есть в офлайне, а кто был в наших магазинах, это музей, это приятно смотреть на полку, это вызывает эмоции. И вот эту эмоцию положительную, эмоцию гроссари, мы хотим перенести в онлайн. То есть сделать эту витрину вкусной, красивой, упорядочить товары таким образом, как это удобно нашему потребителю, сделать кастомизацию, персонализацию витрины под конкретного человека. То есть если ты вегетарианец, то мы будем сверху тебе показывать те продукты, которые тебе подходят. Ты зайдешь в молоко, и ты увидишь, что это молоко, если ты раньше это покупал. И для нас это тоже очень важный вызов, потому что вот чего не хватает в онлайне для того, чтобы быстро выстроить. Не хватает эмоций. Мы как азбука «Вкус» считаем, что очень важно в онлайн перенести эмоции, сделать это из бездушного инструмента, полностью рационального, сделать это эмоциональной покупкой, чтобы человек получил удовольствие. То есть то удовольствие, которое он получает при покупке в оффлайне. Четвертая вещь – это наши сервисы. Безусловно. И под сервисами мы говорим и о форматах, которые мы активно развиваем, так и онлайн-сервисах. То есть в рамках нашей стратегии мы говорим, что должны удовлетворить все возможные гастрономические потребности нашего клиента. Мы думаем над ними, мы их осознаем, мы думаем, как наилучшим образом эту потребность удовлетворить. И там, где есть новая потребность в гастрономии, мы для этого стараемся сделать отдельный сервис. Сейчас мы очень активно работаем над доставкой готовой еды. Этот рынок для нас, с одной стороны, уже не новый, потому что сам сервис у нас работает около года. С другой стороны, мы понимаем огромный потенциал. То есть та наша кулинария, которая у нас есть, это один из основных, в принципе, китов развития, потому что она вкусная, она очень качественная, она очень конкурентная, потому что с точки зрения предупакованной продукции качественной, игроков на рынке очень мало. В онлайне их вообще практически нет. И вот дать возможность людям очень быстро получить доступ к вот этой готовой еде с уникальным способом и клиентским опытом, то есть получить это наименьшим образом взаимодействие с приложением, с курьером. То есть это должно вписаться. Для нас здесь конкурент, наверное, является не там Delivery Club, не какие-то там доставки из ресторана, для нас является конкурентом ближайшая столовая, которая находится возле работы, возле дома. То есть задача сделать сервис настолько удобным, грамотным, приятным, чтобы было желание воспользоваться им, а не пойти в ближайшее кафе. Просто потому что это быстрее, удобнее, комфортнее и вкуснее. И вот мы в этом направлении движемся. Это касается и других сервисов, которые мы развиваем. И стратегия как бы открыт достаточно много сервисов. Я надеюсь, там каждый год будем удивлять чем-то новым, интересным наших клиентов. Еще важная стратегия, она глобальная. Это выстраивание самого умниканального потребления. То есть вот это умничество, для нас это не просто лозунг. Для нас это реальная бизнес-модель, к которой мы стремимся. То есть многое уже сделано, но есть еще конкретный план работы на ближайшие 2 года для того, чтобы перейти вот в эту умниканальность. То есть трансформировать компанию и сделать полноценную синергию онлайн и оффлайна. То есть в нашем понимании и в моем понимании оффлайн никуда не исчезнет никогда. То есть он... Нам кажется большой глупостью, кто говорит, что вот, эра оффлайн-магазина подходит к концу, да, теперь мы все будем там нажимать кнопочки. Может быть, когда еда превратится в таблетки, или ее будет напечатать на 3D принт, но мне такое будущее, если честно, не очень хочется. Видите, мы считаем, что магазины трансформируются. Очень нравится проект именно Амазона, который запустил именно оффлайн-магазин, где ты можешь взять продукцию и просто выйти из магазина. То есть там нет ни кассы, ничего. Тебя распознали, распознали карту лояльности там и полностью это автоматически ты обслужен. То есть твоя задача только прийти и там взять с полки то, что тебе нравится, там пощупать, понюхать. И нам кажется, вот мир движется именно в эту модель потребления. С одной стороны будет очень сильный оффлайн, с другой стороны будет оффлайн абсолютно тесно интегрирован. То есть вот эти клиентские сценарии, вот этот так называемый customer journey, он будет очень тесно соплетен между оффлайном и онлайн. Люди не будут понимать, когда они начинают онлайн взаимодействие, когда оффлайн. Для них это будет один сценарий. Когда ты управляешь списком покупок, ты приходишь в магазин, тебе показывают, куда прийти, что взять, что тебе попробовать, какие для тебя персональные предложения есть. А вот эти товары тебя будут ждать дома, а вот эти с самовывозом. А вот здесь-то как бы тебе с утра привезут круассантом по подписке, да, там с кофе и так далее. То есть вот эти вещи, они очень тесно будут соплетены. Для нас это уже полное понимание, что это произойдет. Если мы сейчас в это не будем вкладываться, то мы от этого потеряем в ближайшее время. Поэтому мы много инвестируем внимания, сил, времени для того, чтобы построить вот эту самую умниканализ. Ну и игроки, которые там в этом активно варятся, они тоже это понимают, они тоже сейчас уже начинают в это очень сильно вкладывать деньги, растить команды на этом направлении. Ну потому что это уже случилось. Это то, с чем нам придется жить на ближайшее время. Ну и шестое. Для нас очень важно выстраивать и развивать нашу программу лояльности. Она в свое время, когда мы ее запустили, взорвало рынок. То есть мы получили огромное количество приятных отзывов о том, насколько круто то, что мы сделали. Но мы на этом не останавливаемся. Мы хотим это развивать. И для нас именно встраивание ее грамотно в умничену, это очень важная часть стратегии глобальной компании. Потому что стратегия говорит, что у человека есть разные потребности в области гастрономии, да, их надо удовлетворить с помощью разных форматов. Соответственно, с помощью именно программы лояльности легко и просто донести, что вот с этой потребностью тебе нужно идти сюда, а вот с этой потребностью тебе нужно идти сюда. Таким образом, человек начинает покупать чаще, что выгодно нам. С другой стороны, он становится более счастливым, потому что одна компания удовлетворяет много его проблем. То есть мы стараемся именно решать эти проблемы. И для нас важно встраивать персональные предложения сейчас в витрины, да, сервисов и онлайн, и офлайн. То есть когда человек понимает не просто там зайдя в приложение, что у него там сегодня двойные бонусы за какое-то действие, он может это наблюдать там в карточке товара, да, он может наблюдать это, когда смотрит категорию в своем личном кабинете, он может это увидеть в магазине, если откроет приложение, ему скажет, вот на этой полке вот эти товары, которые тебе подходят, подойди, мы тебе за них дополнительные бонусы начислим. А сегодня иди вот в ту модель потребления, которая тебе, на наш взгляд, сейчас наиболее близка, которая тебе стоит попробовать. И вторая часть – это геймификация, да, то есть в рамках программы «Лояльность». То есть огромное количество механик, которые мы сейчас тестируем, они показывают прекрасные результаты, это игры, да, то есть мы все немножко дети, и мы очень любим играть. То есть мы уже давно работаем с марочной нашей программой, где люди собирают марки, получают там посуду и какие-то другие интересные вещи. И это здорово работает, люди очень довольны, это очень эффективно. И мы эти механики продолжаем развивать, да, то есть мы говорим, купи там вот какие-то сыры, ставим там сырным королем, да, мы говорим, купи несколько раз в течение недели, там, получи приз, отгадай там, пройди серию квестов, там, пройди 6 магазинов, там, узнай что-то новое, да, получи там тоже что-то. И вот эти механики, они с одной стороны дают эмоцию клиенту, да, то есть что ритейлер, он не просто бездушная полка, это что-то живое, да, что-то живое, что-то с эмоцией, с чем интересно взаимодействовать. То, что вы рассказываете сейчас, получается, что здесь, конечно, может быть максимальная синергия была бы, если бы какое-то было объединение с поставщиками, то есть если у вас такая практика, есть такой опыт, может быть с Максимом вы в чем-то уже взаимодействовали или планируете, какие вот есть вот на эту тему? Мы с Максимом взаимодействовали, да, удивительно, мы сами к поставщикам не шли, то есть мы с поставщиками там изначально работаем ну в каких-то достаточно общих условиях, да, да, иногда предлагают какую-то рекламу там в интернет-магазине, там, то есть без баннеров там, да? Абсолютно стандартные вещи, но последний год, что удивительно, очень много крупных именно поставщиков к нам начало напрашиваться фактически на встречи и говорят, ребята, мы хотим e-commerce, но мы хотим e-commerce не внутри себя, мы хотим делать что-то именно с игроками, кто умеет делать e-commerce, да, и развивать их таким образом, увеличивая свою долю присутствия в интернете. И я уверен, что в этом многом это сделано, потому что на Западе e-commerce реально вырос. И там хороший пример Великобритании, где вот кто с этим уже столкнулся, понимает, насколько высокая доля, желание встать в Waitrose, в Amazon, в Tesco, в онлайн. Это уже действительно огромные сложные стратегии со стороны поставщика. И безусловно, это в какой-то момент произойдет и в России, да? Этот рынок взорвется, как это было недавно с одеждой. То есть еще там, не знаю, лет 7 назад все говорили, одежда в интернете у нас, друзья, ну это глупость какая-то, да? То есть мне же надо померить, мне же нужно с консультантом пообщаться, мне нужно материал потрогать и так далее. А сейчас мы видим, что в магазин идти, зачем? Здесь же интернет, это намного удобнее, не надо никуда ходить. Так же с электроникой произошло в свое время. Абсолютно верно, да. И безусловно, это пройдет с продуктами. И важно то, что надо быть к этому готовым, там и со стороны поставщика, и со стороны самого ритейлера. Мне очень нравится то, что делает вообще L'Oréal, да, то, как они выстраивают свою e-commerce стратегию, как поставщики. Они не открывают свой интернет-магазин, они там не создают там своих курьеров каких-то и так далее. У них очень четкая, понятная стратегия, это увеличение доли присутствия и доли продаж себя на других площадках. Они для этого делают потрясающий контент, они делают для этого потрясающие активации, они инвестируют в бюджеты продвижения, то есть они делают там, не знаю, свой шоп-энд-шоп фактически там на Озоне, например, да, инвестируют в бюджет, в его продвижение, таким образом продавая больше свою же собственную продукцию. И на мой взгляд, это очень здорово. То есть вот эта синергия работы поставщика и синергия работы ритейлера, оно действительно тот вызов рынка важный, который там должен произойти сейчас там в Гроссере. И здесь мы говорим и о контенте, да, и о каких-то совместных активациях. И что уникально для продуктов питания, мы говорим еще и о свежести, да, потому что для нас там вот мы опрашивали наших же клиентов, да, что для вас там вызывает самую большую сложность там при покупке в онлайне. Даже тех людей, которые уже покупают, спрашивают. И все единогласно отвечали. То есть на первом пункте поднялось то, что люди не понимают, с каким сроком годности приедет продукция. То есть у них нет гарантии. Я покупаю упаковку йогуртов, да, она приезжает мне в сроках годности, но их там осталось 4 дня. И как я успею это съесть? То есть когда я прихожу в магазин, я сам этим управляю. Сам я такой срок не купил. Да, я понимаю, что если с такой срок годности даже в магазин есть, то я возьму меньше, потому что понимаю, что я не успею съесть. Как я смогу получить эту гарантию в интернете? Как я могу купить вот эту объемную покупку сделать? Это и детское питание касается, и молочек в принципе все. Ну, да много, много всего. И очень важно научиться здесь взаимодействовать. Мы сейчас делали проект с Danone, например, когда они нам привозят самое свежее в онлайн. Это было непросто. Мы действительно делали встречи, думали как это организовать, но сейчас в онлайне Danone практически там свежайший. Лучше, чем на полке в оффлайне, так сказать. Да, потому что мы прямо отдельно со склада Danone, то есть они по своей системе выгружают самое свежее, что у них есть как бы сегодня на остатках, да, то есть, как правило, это там сегодняшняя продукция. И мы ее сразу забираем, мы делаем очень быстрые поставки там каждый день, да, для того, чтобы торговать продуктом очень мало, то есть, чтобы человеку приехало вот то самое свежее, что есть. Мы об этом будем говорить, да, и для людей это, на мой взгляд, там лучшая реклама, да, когда ты говоришь не круто там Danone, да, ну, не просто баннер повесил, ты говоришь в онлайне самый свежий Danone. Это реально будет, я уверен, очень сильно растет там Danone в доле потребления в онлайне. Доверие вызовет, да, и к бренду, и к самому интернет-магазину. Конечно, да, и это важная стратегия со стороны поставщика именно обеспечивать вот эту самую свежесть продукции именно на полке онлайн-ритейлера, потому что в оффлайне, я уже говорю, то есть, человек может это сам выбрать, да, для него, ну, важно, конечно, чтобы это было свежее, да, но там, не знаю, йогурт, там, вчерашний, сегодняшний ролик большой не играет. В онлайне люди смотрят. Хотел бы задать вопрос Максиму. Вот, конечно, безусловно, как Егор сказал, синергия между поставщиком и розничной сетью, она, конечно, дает очень хороший результат, когда обе стороны идут навстречу друг другу, как говорится, открыто, и идут навстречу друг другу, да. Ну, так как, Максим, я понимаю, что ты взаимодействуешь со многими компаниями, да, и многими ритейлерами, чистыми онлайнами, или розничными сетями, какие-то есть вот сложности при взаимодействии с розничной сетью, потому что я знаю, например, вот тот же L'Oreal, который Егор привел пример, не везде им удалось вот этот свой, конечно, безусловно, очень красивый кейс, когда наполняется витрина контентом, замечательным совершенно и продвигается, но, скажем, в некоторых компаниях им не удалось достучаться до руководства компании, собственно, их кейс не был имплементирован, вот, собственно, в проекты эти. Можешь рассказать, вот когда у вас было успешно, может быть, это было, может быть, с Егором, например, да, и когда какие-то компании, может быть, не называя даже компанией, просто не воспользовались вашим опытом, и что, на твой взгляд, они потеряли как бы от этого? Ну, конечно, проблем всегда хватает. Мы в целом-то понимаем потребности, да, и ритейлеры достаточно, ну, однозначно озвучивают свою потребность, да, и контент, и кросс-прома, например, если говорим про гросс или обеспечение там действительно хороших условий поставки продукции. Ну, естественно, для того, чтобы обеспечить такие запросы, в компании возникают внутренние сложности, несомненно, да, мы как производитель, наверное, привыкли обеспечивать условия для оффлайн игроков, и для нас даже там контентная, например, история, ну, там, несколько тысяч SkyU, которые у нас есть, да, в моменте должны перейти в цифру, и это, естественно, достаточно, ну, там, большой фронт работ, как минимум, это требует определенных усилий со стороны организации просто перейти там на цифровой контент, например, дальше предоставить его, услышать потребности разных ритейлеров, потому что у каждого своя там спецификация условно, у каждого свое требование по названию продукции, по фотографиям продукцию, вот мы, по идее, должны максимально подстроиться под каждого игрока, да, зачастую бывает так, что мы готовы, там, простые, наверное, какие-то манипуляции с контентом сделать несложно, но ритейлер в момент, там, становления, может быть, бизнеса уделяет фокус больше на какие-то другие проекты или процессы, внутренние процессы, и нас не слышит, может быть, там, в другом приоритете мы находимся, ведь зачастую текущие, там, проекты, да, и текущие интернет-магазины, они же не, ну, не до конца зрелые, да, я бы так сказал, то есть многие находятся в совсем таком состоянии становления, вот, поэтому правильно, может быть, выстроить инфраструктуру, для них более важно сейчас, нежели настроить витрину, да, как-то, наверное, так оценивают компании, поэтому иногда наши, там, предложения пойти по определенной ссылке и взять контент, скачать контент в нужном формате, они, ну, в принципе, ну, не находят отклика должного, и нам это, как бы, странно, да, иногда, то есть мы видим, что, например, интернет-магазин фотографирует самостоятельно нашу продукцию и предпочитает, ну, потратить деньги, сфотографировать продукт, нежели взять готовую у нас, вот, может быть, это связано с тем, что есть определенный workflow, и, там, проще добавить еще, там, 100 продуктов на фото съемку, нежели, ну, как бы, изменить бизнес-процесс и идти куда-то еще, брать фотографию. Здесь, конечно, нам нужно, как бы, понимать, да, что, ну, причину отказа, например, по контенту, там, уже самого. Может быть, причина в единообразии витрины, то есть иногда нам поставщики присылают фотографии, но они не соответствуют тому регламенту, как фотография должна выглядеть у нас на сайте. Мы очень стараемся следить за единообразием, да, что вот ракурс, он всегда повторяется, и повторяются, там, базовые, там, технические детали, размер товара, как он снят, как свет падает, на каком фоне это все сделано и так далее. Ну, тут я думаю, что все равно, вот, как бы, правда, где-то посередине в конечном итоге, да, соответственно, есть достаточно большое количество производителей, большое количество ритейлеров, и в какой-то точке они должны встретиться, да, то есть, ну, несомненно, будут, наверное, проекты прям бутикового типа, где съемка строго, там, на фоне леопардового ковра, да, и все должно быть по гайдлайнам ритейлера, вот, но в конечном итоге все-таки сегмент гроссерей, там, товары посетительного спроса, эта штука достаточно, ну, это регулярное потребление, да, соответственно, контент, ну, в моем понимании, контент на товары повседневного спроса, он должен быть, ну, в какой-то момент он выйдет на некий такой стандарт, да, то есть мы все равно договоримся с большинством ритейлеров о неком стандарте предоставления контента, мы, я подразумеваю, там, всех производителей, то есть мы сейчас достаточно много общаемся, там, с конкурентами, в числе Лориаль привели в пример, или, может быть, там, Марс, тот же самый Данон, да, мы, как бы, в одном информационном поле находимся, потому что понимаем, что контент это штука такая индустриальная, по большому счету, да, и если мы, как производители, не будем говорить на одном языке с ритейлерами, а ритейлер не будет говорить на одном языке с нами, мы, как бы, так и будем выставлять какие-то общие требования и говорить, что вот это наша внутренняя кухня, а это, там, иная внутренняя кухня, вот, в конечном итоге, ну, наверное, этот процесс, когда мы придем к нечему среднему, он, ну, все равно придет, да, вот, наверняка мы будем использовать в какой-то момент возможность предоставления более богатого контента, как некий, ну, а-ля маркетинг на самом деле, да, то есть, в принципе, понимая, там, позиционирование азбуки вкуса, например, мы будем готовы, например, предоставить иной контент и с точки зрения, например, там, продающих текстов мы будем, наверное, будем готовы взять на себя определенную ответственность за создание продающего текста либо создание графического контента исключительно под потребности азбуки вкуса. И для нас это будет возможность дифференцироваться, выделиться, да, но в базе, в неком стандартном, ну, или, там, подходе на старте все равно нужно начать с какого-то, ну, такой basic контента, да, я думаю, что этот basic контент, он должен быть, ну, как бы, фактически единым. Я думаю, что, ну, опять же, если мы говорим про какую-то, там, интеграцию, там, или про коллаборацию между поставщиком и ритейлером, у нас, наверное, есть достаточно хороший опыт, ну, вот, как мы с этого начинали, да, разговор, есть все-таки западные практики, которые мы можем сюда принести, у нас есть некое знание покупателя как такового. И в качестве, наверное, такой интересной коллаборации могу привести пример, когда мы участвовали в формировании каталога ритейлера. В принципе, изначально предложенный каталог, мы пришли к выводу, да, что, там, дерево принятия решения, оно не соответствует нашим знаниям о покупателе, поэтому мы предложили переформировать каталог, убрать части разделов, что-то поднять выше, что-то, например, ниже, да, опустить. То есть мы знаем, например, что, там, если мы говорим про чай, есть зеленый и черный чай, да, есть, там, например, цветочный чай, или, может быть, какие-то, там, другие вкусовые характеристики, они, там, например, фильтр могут быть запущены, но не являться там едкой каталога. Сейчас просто это некий пример, да. Соответственно, такую экспертизу мы можем принести ритейлеру, особенно новому ритейлеру. Может быть, у азбуки вкуса, ну, уже богатый опыт, да, и это, там, базовые вещи, которые, ну, действительно основаны на коммуникации с конечным покупателем, и ваш каталог, он может быть выстроен более грамотно. Вот, но много проектов, особенно в регионах, которые только совершают первые шаги, выходят в интернет, да, и для них такие знания могут быть действительно ценными. При этом мы эти знания передаем неприменимо к продукции Unilever, да, но в целом категории, то есть мы выстраиваем, ну, в нашем понимании, это некий а-ля категорийный менеджмент, либо онлайн мерчендайзинг для проектов в интернете. На мой взгляд, здесь может быть точки для такой эффективной коллаборации. Это один из примеров, вот. И еще один, наверное, пример, мы тоже, как бы, этим, там, определенным образом гордимся, да, мы внутри себя понимаем важность или специфику, наверное, да, по цепочке поставок для интернет-проектов, поэтому мы вот сейчас, например, внутри себя, там, мы пришли к выводу, да, что если приходит заказ, там, от оффлайн-клиента, заказ от оффлайн-клиента может подождать условно какое-то время. В первую очередь мы можем обработать заказ, который пришел от онлайн-партнера. Вот онлайн-партнер, даже если этот заказ не очень большой, мы как компания сильно не потеряем, если мы в первую очередь обработаем не крупный заказ, но мы предоставим, там, определенные срок годности продукции, да, и мы быстрее отгрузим заказ от небольшого интернет-партнера. Вот сейчас такую, скажем так, важность предоставления хорошего сервиса для конечного покупателя, мы понимаем, потому что если конечный покупатель получил хороший сервис, а, соответственно, он остался в интернете, он совершил первую покупку, был доволен, он совершит вторую покупку, да, и мы как производитель чувствуем перед, ну, за собой такую же ответственность. Вот, я считаю, что здесь, ну, мы слышим рынок, скажем так, да, мы понимаем потребность и, ну, готовы свои внутренние бизнес-процессы тоже менять. Хотел бы Егору задать вопрос еще один. Вот, я знаю, что азбука вкуса формирует заказы на отдельном складе, это отдельный РЦ, назовем его так, да, но, конечно, когда ты говорил о том, что надо ускорить последнюю милю, надо быстрее это сделать, безусловно, это даст рост клиентов, да, конечно, последняя миля, она наиболее эффективна, если, скажем, вы начинаете получать некую синергию от сети магазинов и РЦ, например, да, у азбуки вкуса каким-то образом использовать готовую инфраструктуру магазинную, да, может быть, уже используется, и вот какие вот мысли есть у руководителя этого подразделения вот на эту тему? Ну, мы уже используем это для проекта нашего экспресс-миню доставки готовые, то есть мы ее доставляем не из собственного склада, да, мы ее доставляем из ближайших лет в магазинах. И глобально, конечно, такие планы есть, и они там не долгосрочные, они уже краткосрочные, да, но мы не говорим, что мы забываем о складе, да, там, который у нас есть, и переходим на доставку из магазинов. Нет, мы говорим о некой комбинированной модели, да, то есть то, как это делает Fantez, то, как это делает Amazon, ну, как делают это крупные игроки, да, они комбинируют, то есть у них есть и вот эти истории с Dark Store, так называемые, да, которые вот такие закрытые магазины, которые предназначены только для онлайн-торговли. И у них есть свои преимущества, это возможность дать максимальную матрицу, это очень точно, очень точно соответствовать, как бы, потребности человека, делать быстрый, недорогой сбор большого количества позиций, да, но есть и недостатки, то, что там, ну, довести до клиента, там, склада где-то там на севере, там, довести ему на юг, да, но это дорого, конечно же, проще и быстрее это сделать, там, с точки магазина. Поэтому важно понимать потребность клиента, что он хочет, да, то есть что ему сейчас нужно. Ему нужна большая матрица, и он готов немножко подождать, либо ему нужно что-то вот там дозакупить, да, ему что-то нужно небольшое, что он не готов ждать, но ему это очень важно получить быстро. И тогда это доставка с базы магазинов, да, но это не мы придумали, эта модель, она, на мой взгляд, там, самая успешная, которая сейчас есть в мире, и, безусловно, как бы, в нашей вот стратегии есть там ее внедрение, создать вот эту комбинацию, но это и есть умничану, фактически. Так, и вот я вчера прочитал о том, что Walmart своих сотрудников подряжает доставлять заказы клиентам своим. Таких планов нет в азбуке, скажем, попросить кассира донести что-то по дороге домой до клиента близлежащего, близ живущего рядом. Такие планы были, но мы пока их поставили на паузу. Ну, причина, она главная, это как обеспечить единый уровень сервиса, да, потому что все-таки ты можешь быть очень хорошей с точки зрения витрины, очень хорошей с точки зрения контакт-центра, сбора заказов, но клиент видит курьера, в итоге он, для него это лицо компании, то, что он говорит, как он этот заказ преподносит, как он реагирует, если с заказом что-то не так, да. Это все вот формирует общее представление там об онлайн-торговле. Поэтому мы вкладываемся много в наших курьеров, мы вкладываемся в их обучение. Постоянно какие-то курсы проходят, мы смотрим, как они работают, мы их там экзаминируем, они экзамены дают и так далее. Текучка большая? Текучка небольшая, да, то есть мы стараемся тоже за этим следить. И, безусловно, наш персонал в магазине у нас обычно, он питал вот эти ценности азбуки вкуса, он любит клиента. Но есть вещи, которым, ну, не просто научить, да, там, работа с кассовым оборудованием. Не все это умеют делать, там, персонально это мобильная касса, да. Тем более сейчас проект ОПД, то есть у нас в этой кассе будет сосредоточено огромное количество всякой информации. То есть ты там должен всякий статус нажимать, это требует обучения. Как люди будут работать, то есть один все-таки, как бы, очень хорошо умеет быть там кассиром, да, но будет плохим водителем. То есть вот этот все же момент надо вычитывать. Так как мы азбука вкуса, мы не можем позволить себе там уронить качество сервиса. Да, это главное, конечно. Тем не менее, мы об этом думаем, нам очень интересно наблюдать за этими экспериментами на Западе. И мы ни в коем случае не выбрасываем своего направления, но пока что остается идеей. Хотел бы еще вопрос задать Максиму. Вот я был недавно на одной рабочей группе, одного очень крупного транснационального ритейлера, производителя FMCG. В группе соусов они работают, в том числе имеют в портфеле очень известный соус. И есть такие мысли о том, и вернее уже стратегии-то имплементируются сейчас на рынке, о том, чтобы полностью рекламу этого соуса убрать с телевидения и перейти полностью на диджитал рекламу и на сэмпли. Вот считаете, вот такое направление стратегии вообще интересное? Есть ли что-то подобное, опыт в Unilever? И насколько вообще вы считаете, телевидение сильнее сейчас интернета или интернет все-таки перевешивает? Как вот у вас в этом смысле? Моя позиция, она в том, что все равно нужно искать некую золотую середину, баланс. То есть телевидение на данный момент это действительно серьезный рекламный канал, который решает определенные задачи и решает лучше, чем интернет-реклама. В то же время наличие только ТВ-рекламы без какой-то таргетированности или персонализации в интернете, наверное, до конца не может быть эффективной. Вот поэтому, на мой взгляд, история только с интернет-рекламой возможно в случае с какими-то, может быть, нишевыми продуктами, определенными брендами. Акс, например, у вас такой для молодежной же аудитории, да, скорее? Нет такого мысли Акс попробовать год рекламируют только в интернете, например? Я не буду сейчас говорить как бы за весь Акс, да. У нас есть четкое понимание, что маркетинг-микс нужно взвешивать, вот, и компания действительно стремится сбалансированно подходить к рекламе. С точки зрения, опять же, все зависит от конкретного позиционирования бренда. Более там бренд, ориентированный на более молодую аудиторию, он может иметь какой-то крем в сторону, например, таргетированности, персонализации рекламы в социальных сетях, тех же самых, да, с меньшей долей ТВ. Но здесь мы тоже должны прекрасно понимать, что не всегда покупатель и потребитель – это один и тот же человек. То есть зачастую мы можем на ТВ рекламировать продукт тому человеку, кто будет покупать, но пользоваться этим продуктом будет другой человек, да. Вот, поэтому, возможно, это тоже нужно учитывать. Поэтому полностью отключить, ну, например, ТВ рекламу, ну, на мой взгляд, ну, да, это достаточно такой революционный, наверное, подход. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok